Поездка за город обернулась для сотен иркутян многочасовым ожиданием. Накануне вечером пробка на Байкальском тракте растянулась более чем на 10 километров. Из-за ремонта дороги это явление уже можно назвать привычным, если бы не одно «но». На этот раз скорость потока машин не превышала 5 километров в час. Проблема с ремонтом дорог вызывает трудности как у водителей, так и у пешеходов. Некоторые участки автотрасс становятся не только поводом для беспокойства, но и причинами ДТП. Каким образом планируется решить эти вопросы в курсе Маргарита Колесникова. Внимание! Каждой трещине, каждой детали на иркутских дорогах. Своеобразный медосмотр сегодня прошли улицы Свердловского района. Кроме специалистов дорожной сферы и представителей власти для получения более точного диагноза позвали активных иркутян, кто каждый день лично оценивает городские трассы. Виктор Пушкин и сегодня лично обращает внимание на очевидные симптомы болезни магистралей в столице региона. После таких находок много вопросов к подрядчикам. Еще сильнее желание контролировать их работу. В прошлом году практика такая сложилась, что они сделали на свой взгляд. Потом начал я смотреть ездить и они все переделывали. Ну, это лишние их затраты. В то же время важна каждая копейка для ремонта улиц в Иркутске. Ведь нехватка средств на основательную реконструкцию трасс – одна из причин того, почему дороги быстро разрушаются. В списке виновников отсутствие системной работы и недоработки подрядчиков. И еще целый ряд факторов. Интенсивность движения, погодно-климатические условия – это главный разрушающий фактор дорог. Победить большую часть негативных факторов должны помочь миллионы из федерального бюджета. В этом году на ремонт дорог Иркутск получит более 600 миллионов рублей. В 2018-м планируют выделить еще 730 миллионов. Основная цель – сделать на эти деньги не только качественное покрытие, но и в итоге снизить количество ДТП. Все работы будут жестко контролировать, причем на высоком уровне. Мы будем заниматься общественным контролем тех работ, которые будут проводиться по проекту «Безопасные и качественные дороги». Мы хотим, чтобы деньги были не для галочки освоены, чтобы не просто кто-то перед кем-то отчитался, а чтобы мы, жители, чтобы весь город получил от этого нормальный качественный эффект. Качественного преображения дорог в ближайшее время ждут в Иркутском микрорайоне Первомайский. На днях здесь начнется капремонт, которого ждали около 10 лет. Остается надеяться, что в скором времени и остальных дорожных пациентов в столице региона вылечат уже в ближайшее время. И по большинству иркутских трасс можно будет ездить с комфортом. Маргарита Колесникова, Михаил Глызин. Новости по будням.